Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Александр Дюма «Три мушкетёра» Перевод с французского Веры Вальдман, Деборы Лившиц, Ксении Ксаниной Читает Григорий Перель Книга первая Предисловие автора, где устанавливается, что в героях повести, которую мы будем иметь честь рассказать нашим читателям, нет ничего мифологического, хотя имена их и оканчиваются на «ос» и «из». Примерно год тому назад, занимаясь в Королевской библиотеке разысканиями для моей истории Людовика XIV, я случайно напал на воспоминания господина Д'Артаньяна, напечатанные, как большинство сочинений того времени, когда авторы, стремившиеся говорить правду, не хотели отправиться затем на более или менее длительный срок в Бастилию, в Амстердаме у Пьера Ружа. Заглавие соблазнило меня, я унес эти мемуары домой, разумеется, с позволения хранителю библиотеки, и жадно на них набросился. Я не собираюсь подробно разбирать здесь это любопытное сочинение, а только посоветую ознакомиться с ним тем моим читателям, которые умеют ценить картины прошлого. Они найдут в этих мемуарах портреты, набросанные рукой мастера. И хотя эти беглые зарисовки в большинстве случаев сделаны на дверях казармы и на стенах кабака, читатели, тем не менее, узнают в них изображения Людовика XIII, Анны Австрийской, Ришелье, Мазарини и многих придворных того времени. Изображения столь же верные, как в истории господина Анкетиля. Но, как известно, прихотливый ум писателя иной раз волнует то, чего не замечают широкие круги читателей. Восхищаясь, как без сомнения будут восхищаться и другие уже отмеченными здесь достоинствами мемуаров, мы были, однако, больше всего поражены одним обстоятельством, на которое никто до нас, наверное, не обратил ни малейшего внимания. Д'Артаньян рассказывает, что когда он впервые явился к капитану королевских мушкетеров господину де Тревилю, он встретил в его приемной трех молодых людей, служивших в том прославленном полку, куда сам он добивался чести быть зачисленным, и что их звали Атос, Портос и Арамис. Признаемся, чуждые нашему слуху имена поразили нас, и нам сразу пришло на ум, что это всего лишь псевдонимы, под которыми Д'Артаньян скрыл имена, быть может, знаменитые, если только носители этих прозвищ не выбрали их сами в тот день, когда из прихоти, с досадой или же победности они надели простой мушкетерский плащ. С тех пор мы не знали покоя, стараясь отыскать в сочинениях того времени хоть какой-нибудь след этих необыкновенных имен, возбудивших в нас живейшее любопытство. Один только перечень книг, прочитанных нами с этой целью, составил бы целую главу, что, пожалуй, было бы очень поучительно, но вряд ли занимательно для наших читателей. Поэтому мы только скажем им, что в ту минуту, когда, упав духом от столь длительных и бесплодных усилий, мы уже решили бросить наше изыскание, мы нашли, наконец, руководствуясь советами нашего знаменитого и ученого друга Полена Париса, рукопись ин фолио, помеченную номер 4772 или 4773, не помню точно, и озаглавленную «Воспоминание графа де ла Ферр» о некоторых событиях, происшедших во Франции к концу царствования короля Людовика XIII и в начале царствования короля Людовика XIV. Можно представить себе, как велика была наша радость, когда, перелистывая эту рукопись, нашу последнюю надежду, мы обнаружили на 20-й странице имя Атоса, на 27-й имя Портоса, а на 31-й имя Арамиса. Находка совершенно неизвестной рукописи в такую эпоху, когда историческая наука достигла столь высокой степени развития, показалась нам чудом. Мы поспешили и спросить разрешение напечатать ее, чтобы явиться когда-нибудь с чужим багажом в Академию надписей и изящной словесности, если нам не удастся, что весьма вероятно, быть принятыми во Французскую Академию со своими собственными. Такое разрешение, считаем своим долгом сказать это, было нам любезно дано, что мы и отмечаем здесь, дабы гласно уличить во лжи недоброжелателей, утверждающих, будто правительство, при котором мы живем, не очень-то расположено к литераторам. Мы предлагаем сейчас вниманию наших читателей первую часть этой драгоценной рукописи, восстановив подобающее ей заглавие, и обязуемся, если эта первая часть будет иметь тот успех, которого она заслуживает, и в котором мы не сомневаемся, немедленно опубликовать и вторую. А пока что, так как восприемник является вторым отцом, мы приглашаем читателя видеть в нас, а не в графе де ла Ферр, источник своего удовольствия или скуки. Установив это, мы переходим к нашему повествованию. Часть первая Глава первая Три дара Господина Д'Артаньяна Отца В первый понедельник апреля 1625 года все население городка Менга, где некогда родился автор романа о Розе, было объято таким волнением, словно гугеноты собирались превратить его во вторую ларошель. Некоторые из горожан, при виде женщин, бегущих в сторону главной улицы и слыша крики детей, доносившиеся с порога домов, торопливо надевали доспехи, вооружались кто мушкетом, кто бердышом, чтобы придать себе более мужественный вид, и устремлялись к гостинице «Вольный мельник», перед которой собиралась густая и шумная толпа любопытных, увеличивавшаяся с каждой минутой. В те времена такие волнения были явлением обычным, и редкий день тот или иной город не мог занести в своей летописи подобное событие. Знатные господа сражались друг с другом, король воевал с кардиналом, испанцы вели войну с королем, но кроме этой борьбы, то глухой, то явной, то тайной, то открытой, были еще и нищие и гугеноты, бродяги и слуги, воевавшие со всеми. Горожане вооружались против воров, против бродяг, против слуг, нередко против владительных вельмож, время от времени против короля, но против кардинала или испанцев никогда. Именно в силу этой закоренелой привычки, в вышеупомянутый первый понедельник апреля 1625 года, горожане, услышав шум и не узрев ни желто-красных значков, ни леврей слуг герцога Ришелье, устремились к гостинице «Вольный мельник». И только там для всех стала ясна причина суматохи. Молодой человек, постараемся набросать его портрет. Представьте себе Дон Кихота в 18 лет. Дон Кихота без доспехов, без латынобедренников, в шерстяной куртке, синий цвет которой приобрел оттенок, средний между рыжим и небесно-голубым, продолговатое смуглое лицо, выдающиеся скулы — признак хитрости, челюстные мышцы чрезмерно развитые, неотъемлемый признак, по которому сразу можно определить гасконца, даже если на нем нет берета, а молодой человек был в берете, украшенном подобием пера, взгляд открытый и умный, нос крючковатый, но тонко очерченный, рост слишком высокий для юноши и недостаточный для зрелого мужчины. Неопытный человек мог бы принять его, запустившегося в путь фермерского сына, если бы не длинная шпага на кожаной портупее, бившаяся о ноги своего владельца, когда он шел пешком, и ерошившая гриву его коня, когда он ехал верхом. Ибо у нашего молодого человека был конь, и даже столь замечательный, что он и впрямь был всеми замечен. Это был Бярнский Мерин лет двенадцати, а то и четырнадцати отроду, желтовато-рыжей масти, с облезлым хвостом и опухшими бабками. Конь этот, хоть и трусил, опустив морду ниже колен, что освобождало всадника от необходимости натягивать мундштук, все же способен был покрыть за день расстояние о восемь лье. Эти качества коня были, к несчастью, настолько заслонены его нескладным видом и странной окраской, что в те годы, когда все знали толк в лошадях, появление вышеупомянутого Бярнского Мерина в Менге, куда он вступил с четверть часа назад через ворота Божан-Си, произвело столь неблагоприятное впечатление, что набросило тень и на самого всадника. Сознание этого тем острее задевало молодого Д'Артаньяна, так звали этого нового Дон Кихота, выседавшего на новом Рассенанте, что он не пытался скрыть от себя, насколько он, каким бы хорошим наездником он ни был, должен выглядеть смешным на подобном коне. Недаром он оказался не в силах подавить тяжелый вздох, принимая этот дар от Д'Артаньяна отца. Он знал, что цена такому коню самая больше двадцать ливров. Зато нельзя отрицать, что бесценны были слова, сопутствовавшие этому дару. «Сын мой», — произнес гасконский дворянин с тем чистейшим Бярнским акцентом, от которого Генрих IV не мог отвыкнуть до конца своих дней. «Сын мой, конь этот увидел свет в доме вашего отца лет тринадцать назад, и все эти годы служил нам верой и правдой, что должно расположить вас к нему. Не продавайте его ни при каких обстоятельствах. Дайте ему в почете и покое умереть от старости. И если вам придется пуститься на нем в поход, щадите его, как щадили бы старого слугу». «При дворе», — продолжал Д'Артаньян отец, «в том случае, если вы будете там приняты, на что, впрочем, вам дает право древность вашего рода, поддерживайте ради себя самого и ваших близких честь вашего дворянского имени, которое в течение более пятисот лет с достоинством носили ваши предки. Под словом «близкие» я подразумеваю ваших родных и друзей. Не покоряйтесь никому, за исключением короля и кардинала. Только мужеством, слышите ли вы, единственно, мужеством дворянин в наши дни может пробить себе путь. Кто дрогнет хоть на мгновение, возможно, упустит случай, который именно в это мгновение ему представила фортуна. Вы молоды и обязаны быть храбрым по двум причинам. Во-первых, вы Гасконец, и, кроме того, вы мой сын. Не опасайтесь случайностей и ищите приключений. Я дал вам возможность научиться владеть шпагой. У вас железные икры и стальная охватка. Вступайте в бой по любому поводу. Деритесь на дуэли, тем более, что дуэли воспрещены, и, следовательно, нужно быть мужественным вдвойне, чтобы драться. Я могу, сын мой, дать вам с собою всего пятнадцать икю, коня и те советы, которые вы только что выслушали. Ваша матушка добавит к этому рецепт некоего бальзама, полученный ею от цыганки. Этот бальзам обладает чудодейственной силой и излечивает любые раны, кроме сердечных. Воспользуйтесь всем этим и живите счастливо и долго. Мне остается прибавить еще только одно, а именно указать вам пример. Не себя, ибо я никогда не бывал при дворе и участвовал добровольцем только в войнах за веру. Я имею в виду господина де Тревилля, который был некогда моим соседом. В детстве он имел честь играть с нашим королем Людовиком XIII, да хранит его господь. Случалось, что игры их переходили в драку, и в этих драках перевес оказывался не всегда на стороне короля. Тумаки, полученные им, внушили королю большое уважение и дружеские чувства господину де Тревиллю. Позднее, во время первой своей поездки в Париж, господин де Тревилль дрался с другими лицами пять раз, после смерти покойного короля и до совершеннолетия молодого, не считая войны походов, семь раз, а со дня этого совершеннолетия и до наших дней раз сто. И недаром, невзирая на эдикты, приказы и постановления, он сейчас капитан мушкетеров, то есть цезарского легиона, который высоко ценит король и которого побаивается кардинал. А он мало чего боится, как всем известно. Кроме того, господин де Тревилль получает десять тысяч икью в год, и, следовательно, он весьма большой вельможа. Начал он так же, как вы. Явитесь к нему с этим письмом, следуйте его примеру и действуйте так же, как он. После этих слов господин Д'Артаньян отец вручил сыну свою собственную шпагу, нежно облобызал его в обе щеки и благословил. При выходе из комнаты отца юноша увидел свою мать, ожидавшую его с рецептом пресловутого бальзама, применять который, судя по приведенным вышеотцовским советам, ему предстояло часто. Прощание здесь длилось дольше и было нежнее, чем с отцом. Не потому, чтобы отец не любил своего сына, который был единственным его детищем, но потому, что господин Д'Артаньян был мужчина и счел бы недостойным мужчины дать волю своему чувству, тогда как госпожа Д'Артаньян была женщина и мать. Она горько плакала, и нужно признать, к чести господина Д'Артаньяна-младшего, что как ни старался он сохранить выдержку, достойную будущего мушкетера, чувства взяли верх, и он пролил много слез, которые, и то с большим трудом, ему удалось скрыть лишь наполовину. В тот же день юноша пустился в путь со всеми тремя отцовскими дарами, состоявшими, как мы уже говорили, из пятнадцати экю, коня и письма господину Д'Этревилю. Советы, понятно, не в счет. Снабженный таким напутствием, Д'Артаньян как телесно, так и духовно точь-в-точь походил на героя Сервантеса, с которым мы его столь удачно сравнили, когда долг рассказчика заставил нас набросать его портрет. Дон Кихоту ветряные мельницы представлялись великанами, а стадо овец целой армии. Д'Артаньян каждую улыбку воспринимал как оскорбление, а каждый взгляд — как вызов. Поэтому он от Тарбо до Менго не разжимал кулака и не менее десяти раз на день хватался за эфес своей шпаги. Все же его кулак не раздробил никому челюсти, а шпага не покидала своих ножен. Правда, вид злополучной клячи не раз вызывал улыбку на лицах прохожих, но так как о ребра коня билась внушительного размера шпага, а выше поблескивали глаза, горевшие не столько гордостью, сколько гневом, прохожие подавляли смех. А если уж веселость брала верх над осторожностью, старались улыбаться одной половиной лица, словно древние маски. Так Д'Артаньян, сохраняя величественность осанки и весь запас запальчивости, добрался до злополучного города Менго. Но там, у самых ворот вольного мельника, сходя с лошади без помощи хозяина, слуги или конюха, которые придержали быстрее мя приезжего, Д'Артаньян в раскрытом окне первого этажа заметил дворянина высокого роста и важного вида. Д'Артаньян этот, с лицом надменным и неприветливым, что-то говорил двум спутникам, которые, казалось, почтительно слушали его. Д'Артаньян по обыкновению сразу же предположил, что речь идет о нем и напряг слух. На этот раз он не ошибся. Или ошибся только отчасти. Речь шла не о нем, а о его лошади. Незнакомец, по-видимому, перечислял все ее достоинства, а так как слушатели, как я уже упоминал, относились к нему весьма почтительно, то разражались хохотом при каждом его слове. Принимая во внимание, что даже легкой улыбки было достаточно для того, чтобы вывести из себя нашего героя, нетрудно себе представить, какое действие возымели на него столь бурные проявления веселости. Д'Артаньян прежде всего пожелал рассмотреть физиономию наглеца, позволившего себе издеваться над ним. Он вперил гордый взгляд в незнакомца и увидел человека лет сорока с черными проницательными глазами, с бледным лицом, с крупным носом и черными, весьма тщательно подстриженными усами. Он был в камзоле и штанах фиолетового цвета, со шнурами того же цвета, без всякой отделки, кроме обычных прорезей, сквозь которые виднелась сорочка. И штаны и камзол, хотя и новые, были сильно измяты, как дорожное платье, долгое время пролежавшее в сундуке. Д'Артаньян все это уловил с быстротой тончайшего наблюдателя, а, возможно, подчиняясь инстинкту, подсказывавшему, что этот человек сыграет значительную роль в его жизни. И так, в то самое мгновение, когда Д'Артаньян остановил свой взгляд на человеке в фиолетовом камзоле, тот отпустил по адресу Биарнского конька одно из своих самых изощренных и глубокомысленных замечаний. Слушатели его разразились смехом, и по лицу говорившего скользнуло, явно вопреки обыкновению, бледное подобие улыбки. На этот раз не могло быть сомнений. Д'Артаньяну было нанесено настоящее оскорбление. При исполненной этого сознания он глубже надвинул на глаза берет и, стараясь подражать придворным манерам, которые подметил в Гасконе у знатных путешественников, шагнул вперед, схватившись одной рукой за эфес шпаги и подбоченясь другой. К несчастью, гнев с каждым мгновением ослеплял его все больше, и он, в конце концов, вместо гордых и высокомерных фраз, в которые собирался облечь свой вызов, был в состоянии произнести лишь несколько грубых слов, сопровождавшихся бешеной жестикуляцией. «Эй, сударь!» — закричал он. «Вы!» «Да, вы!» «Тот, кто прячется за этим ставнем!» «Соблаговолите сказать, над чем вы смеетесь, и мы посмеемся вместе!» знатный проезжий медленно перевел взгляд с коня на всадника. Казалось, он не сразу понял, что это к нему обращены столь странные упреки. Затем, когда у него уже не могло оставаться сомнений, брови его слегка нахмурились, и он, после довольно продолжительной паузы, ответил тоном полным непередаваемой иронии и надменности. «Я не с вами разговариваю, милостивый государь. Но я разговариваю с вами!» воскликнул юноша, возмущенный этой смесью наглости и изысканности, учтивости и презрения. Незнакомец еще несколько мгновений не сводил глаз с Д'Артаньяна, а затем, отойдя от окна, медленно вышел из дверей гостиницы и остановился в двух шагах от юноши прямо против его коня. Его спокойствие и насмешливое выражение лица еще усилили веселость его собеседников, продолжавших стоять у окна. Незнакомец медленно вышел из гостиницы. Д'Артаньян при его приближении вытащил шпагу из ножен на целый фут. «Эта лошадь в самом деле ярко-желтого цвета, или, вернее, была когда-то таковой. Продолжал незнакомец, обращаясь к своим слушателям, оставшимся у окна, и словно не замечая раздражения Д'Артаньяна, несмотря на то, что молодой гасконец стоял между ним и его собеседниками. этот цвет, весьма распространенный в растительном мире, до сих пор редко отмечался у лошадей. «Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином!» воскликнул в бешенстве гасконец. «Смеюсь я, сударь, редко», произнес незнакомец. «Вы могли бы заметить это по выражению моего лица. Но я надеюсь сохранить за собой право смеяться, когда пожелаю». «А я!» воскликнул Д'Артаньян. «Не позволю вам смеяться, когда я этого не желаю!» «В самом деле, сударь?» переспросил незнакомец еще более спокойным тоном. «Что ж, это вполне справедливо». И, повернувшись на каблуках, он направился к воротам гостиницы, у которых Д'Артаньян, еще подъезжая, успел заметить оседланную лошадь. Но не таков был Д'Артаньян, чтобы отпустить человека, имевшего дерзость насмехаться над ним. Он полностью вытащил свою шпагу из ножен и бросился за обидчиком, крича ему вслед. «Обернитесь! Обернитесь, косударь, чтобы мне не пришлось ударить вас сзади!» «Ударить меня?» воскликнул незнакомец, круто повернувшись на каблуках и глядя на юношу столь же удивленно, сколь и презрительно. «Что вы, что вы, милейший? Вы, верно, с ума спятили». И тут же, в полголоса и словно разговаривая с самим собой, он добавил, «Вот досада! И какая находка для его величества, который всюду ищет храбрецов, чтобы пополнить ряды своих мушкетеров!» Он еще не договорил, как Д'Артаньян сделал такой яростный выпад, что не отскочи, незнакомец, вовремя эта шутка оказалась бы последней в его жизни. Незнакомец понял, что история принимает серьезный оборот, выхватил шпагу, поклонился противнику и в самом деле приготовился к защите. Но в этот самый миг оба его собеседника в сопровождении трактирщика, вооруженные палками, лопатами и каминными щипцами, накинулись на Д'Артаньяна, осыпая его градом ударов. Это неожиданное нападение резко изменило течение поединка, и противник Д'Артаньяна, воспользовавшись мгновением, когда тот повернулся, чтобы грудью встретить дождь сыпавшихся на него ударов, все так же спокойно сунул шпагу обратно в ножны. Из действующего лица, каким он чуть было не стал в разыгравшейся сцене, он становился свидетелем, роль, с которой он справился с обычной для него невозмутимостью. «Черт бы побрал этих гасконцев!» — все же пробормотал он. «Посадите-ка его на этого оранжевого коня и пусть убирается». «Не раньше, чем я убью тебя, трус!» — крикнул Д'Артаньян, стоя лицом к своим трем противникам и по мере сил отражая удары, которые продолжали градом сыпаться на него. «Гасконское хвостовство!» — пробормотал незнакомец. «Клянусь честью, эти гасконцы неисправимы. Что ж, сыпьте ему хорошенько, раз он этого хочет. Когда он выдохнется, то сам скажет». Но незнакомец еще не знал, с каким упрямцем он имеет дело. Д'Артаньян был не таков, чтобы просить пощады. Сражение продолжалось, поэтому еще несколько секунд. Наконец молодой гасконец, обессилев, выпустил из рук шпагу, которая переломилась под ударом палки. Следующий удар рассек ему лоб, и он упал, обливаясь кровью и почти потеряв сознание. Как раз к этому времени народ сбежался со всех сторон к месту происшествия. Хозяин, опасаясь лишних разговоров, с помощью своих слуг унес раненого на кухню, где ему была оказана кое-какая помощь. Незнакомец, между тем, вернувшись к своему месту у окна, с явным неудовольствием поглядывал на толпу, которая своим присутствием, по-видимому, до чрезвычайности раздражала его. «Ну, как поживает этот одержимый?» спросил он, повернувшись при звуке раскрывшейся двери и обращаясь к трактирщику, который пришел осведомиться о его самочувствии. «Ваше сиятельство целое и невредимое?» спросил трактирщик. «Целеханик, милейший мой хозяин, но я желал бы знать, что с нашим молодым человеком». «И ему теперь лучше», ответил хозяин. «Он совсем потерял сознание». «В самом деле», переспросил незнакомец. «Но до этого он, собрав последние силы, звал вас, бронился и требовал удовлетворения». «Это сущий дьявол?» воскликнул незнакомец. «О нет, ваше сиятельство», возразил хозяин, презрительно скривив губы. «Мы обыскали его, пока он был в обмороке. В его узелке оказалась всего одна сорочка, а в кошельке одиннадцати кю. Но, несмотря на это, он, лишаясь чувств, все твердил, что случись эта история придется позже». «Ну, тогда это, наверное, переодетый принц крови», холодно заметил незнакомец. «Я счел нужным предупредить вас, ваше сиятельство», вставил хозяин, «чтобы вы были на чеку». Он в пылу гнева никого не называл? «Как же называл?» Он похлопывал себя по карману и повторял «Посмотрим, что скажет господин де Тревиль, когда узнает, что оскорбили человека, находящегося под его покровительством». «Господин де Тревиль», проговорил незнакомец, насторожившись, похлопывал себя по карману, называя имя господина де Тревиля. «Ну и как, почтеннейший хозяин?» «Полагаю, что пока наш молодой человек был без чувств, вы не приминули заглянуть так же и в этот кармашек? Что же в нем было?» «Письмо, адресованное господину де Тревилю, капитану мушкетеров». «Неужели?» «Точь в точь, как я имел честь докладывать вашему сиятельству». Хозяин, не обладавший особой проницательностью, не заметил, какое выражение появилось при этих словах на лице незнакомца. Отойдя от окна, о косяк которого он до сих пор опирался, он озабоченно нахмурил брови. «Дьявол!» процедил он сквозь зубы. «Неужели Тревиль подослал ко мне этого господинца?» «Уж очень он молод, но удар шпага — это удар шпагой, какой бы ни был возраст того, кто его нанесет, а мальчишка внушает меньше опасений. Случается, что мелкое препятствие может помешать достижению великой цели». Незнакомец на несколько минут задумался. «Послушайте, хозяин, — сказал он наконец, — не возьметесь ли вы избавить меня от этого самозброда? Убить его мне не позволяет совесть, а между тем на лице его появилось выражение холодной жестокости. А между тем он мешает мне. Где он сейчас? В комнате моей жены во втором этаже. Ему делают перевязку. вещи и сумка при нем он не снял камзола. И камзол и сумка остались внизу на кухне. Но раз этот юный самозброд вам мешает, разумеется, мешает, он создает в вашей гостинице суматоху, которая беспокоит порядочных людей. Отправляйтесь к себе, приготовьте мне счет и предупредите моего слугу». «Как? Ваше сиятельство уже покидает нас?» «Это было вам известно и раньше. Я ведь приказал вам оседлать мою лошадь. Разве мое распоряжение не исполнено?» «Исполнено? Ваше сиятельство может убедиться, лошадь оседлана и стоит у ворот». «Хорошо, тогда сделайте, как я сказал». «Вот так штука», подумал хозяин. «Уж не испугался ли он мальчишки?» Но повелительный взгляд незнакомца остановил поток его мыслей. Он подобострастно поклонился и вышел. «Только бы этот проходимец не увидел миледи», думал незнакомец. «Она скоро должна проехать, немного запаздывает. Лучше всего, пожалуй, верхом выехать ей навстречу. Если бы только я мог узнать, что написано в этом письме, адресованном Детревилю». И незнакомец, продолжая шептать что-то про себя, направился в кухню. Трактирщик, между тем, не сомневаясь в том, что именно присутствие молодого человека заставляет незнакомца покинуть его гостиницу, поднялся в комнату жены. Д'Артаньян уже вполне пришел в себя. Намекнув на то, что полиция может к нему придраться, так как он затеял ссору со знатным вельможей, а в том, что незнакомец знатной вельможи, трактирщик не сомневался, хозяин постарался уговорить Д'Артаньяна, несмотря на слабость, подняться и двинуться в путь. Д'Артаньян, еще полуоглушенный, без камзола, с головой, обвязанный полотенцем, встал и, тихонько подталкиваемый хозяином, начал спускаться с лестницы. Но первым, кого он увидел, переступив порог кухни и случайно бросив взгляд в окно, был его обидчик, который спокойно беседовал с кем-то, стоя у подножки дорожной кареты, запряженной парой крупных нормандских коней. Его собеседница, голова которой виднелась в рамке окна кареты, была молодая женщина лет двадцати-двадцати-двух. Мы уже упоминали о том, с какой быстротой Д'Артаньян схватывал все особенности человеческого лица. Он увидел, что дама была молода и красива. И эта красота тем сильнее поразила его, что она была совершенно необычна для Южной Франции, где Д'Артаньян жил до сих пор. Это была бледная, белокурая женщина с длинными локонами, спускавшимися до самых плеч, с голубыми томными глазами, с розовыми губками и белыми, словно алибастер, руками. Она о чем-то оживленно беседовала с незнакомцем. «Итак, его высокопреосвященство приказывает мне, — говорила дама, — немедленно вернуться в Англию и оттуда сразу же прислать сообщение, если герцог покинет Лондон. А остальные распоряжения? Вы найдете их в этом ларце, который вскроете только по ту сторону Ла-Манша. Прекрасно. Ну, а вы что намерены делать? Я возвращаюсь в Париж. Не проучив этого дерзкого мальчишку, незнакомец собирался ответить, но не успел и рта раскрыть, как Д'Артаньян, слышавший весь разговор, появился на пороге. «Этот дерзкий мальчишка сам проучит, кого следует!» — воскликнул он. «И надеюсь, что тот, кого он собирается проучить, на этот раз не скроется от него». «Не скроется?» переспросил незнакомец, сдвинув брови. «На глазах у дамы, я полагаю, вы не решитесь сбежать». «Вспомните!» — вскрикнула Миледи, видя, что незнакомец хватается за Эфес в своей шпаге. «Вспомните, что малейшее промедление может все погубить». «Вы правы», — поспешно произнес незнакомец. «Поезжайте своим путем, я поеду своим». И, поклонившись даме, он вскочил в седло, а кучер кареты обрушил град ударов кнута на спины своих лошадей. Незнакомец и его собеседница во весь опор помчались в противоположные стороны. «А счет! Счет кто оплатит?» — завопил хозяин, расположение которого к гостю превратилось в глубочайшее презрение при виде того, как он удаляется, не рассчитавшись. «Заплати, бездельник!» — крикнул, не останавливаясь, всадник своему слуге, который швырнул к ногам трактирщика несколько серебряных монет и поскакал вслед за своим господином. «Трус! Подлец! Самозванный дворянин!» — закричал Д'Артаньян, бросаясь, в свою очередь, вдогонку за слугой. Но юноша был еще слишком слаб, чтобы перенести такое потрясение. Не успел он пробежать и десяти шагов, как в ушах у него зазвенело, голова закружилась, кровавое облако заволокло глаза, и он рухнул среди улицы, все еще продолжая кричать «Трус! Трус! Трус!» «Действительно, жалкий трус!» — проговорил хозяин, приближаясь к Д'Артаньяну и стараясь лестью заслужить доверие бедного юноши и обмануть его, как цапля в басне обманывает улитку. «Да, ужасный трус!» — прошептал Д'Артаньян. «Но зато она, какая красавица! кто она?» спросил трактирщик. «Миледи!» прошептал Д'Артаньян и вторично лишился чувств. «Ничего не поделаешь», сказал хозяин. «Двоих я упустил, зато я могу быть уверен, что этот пробудет несколько дней. Одиннадцати кью я все же заработаю». «Мы знаем, что одиннадцати кью — это было все, что оставалось в кошельке Д'Артаньяна». Трактирщик рассчитывал, что его гость проболеет одиннадцать дней, платя по одному и кью в день. Но он не знал своего гостя. На следующий день Д'Артаньян поднялся в пять часов утра, сам спустился на кухню, попросил достать ему кое-какие снадобья, точный список которых не дошел до нас, к тому еще вина, масло, розмарину и, держа в руке рецепт, данный ему матерью, изготовил бальзам, которым смазал свои многочисленные раны, сам меняя повязки и не допуская к себе никакого врача. Вероятно, благодаря целебному свойству бальзама и благодаря отсутствию врачей, Д'Артаньян в тот же вечер поднялся на ноги, а на следующий день был уже совсем здоров. Но расплачиваясь за розмарин, масло и вино единственное, что потребил за этот день юноша, соблюдавший строжайшую диету, тогда как буланный конек поглотил по утверждению хозяина в три раза больше, чем можно было предположить, принимая во внимание его рост, Д'Артаньян нашел у себя в кармане только потертый бархатный кошелек с хранившимися в нем одиннадцатью икью. Письмо, адресованное господину Д'Атревилю, исчезло. Сначала юноша искал письмо, тщательно и терпеливо. Раз двадцать выворачивал карманы штанов и жилета, снова и снова ощупывал свою дорожную сумку. Но, убедившись окончательно, что письмо исчезло, он пришел в такую ярость, что чуть снова не явилась потребность в вине и душистом масле, ибо, видя, как разгорячился молодой гость, грозивший в пух и прах разнести все в этом заведении, если не найдут его письма, хозяин вооружился дубиной, жена метлой, а слуги теми самыми палками, которые уже были пущены ими в ход вчера. «Письмо! Письмо с рекомендацией!» кричал Д'Артаньян. «Подайте мне мое письмо от тысячи чертей, или я как рябчиков!» К несчастью, некое обстоятельство препятствовало юноше осуществить свою угрозу. Как мы уже рассказывали, шпага его была сломана пополам в первой схватке, о чем он успел совершенно забыть. Поэтому, сделав попытку выхватить шпагу, он оказался вооружен лишь обломком длиной в несколько дюймов, который трактирщик аккуратно засунул в ножны, припрятав остаток клинка в надежде сделать из него шпиговальную иглу. «Это обстоятельство не остановило бы, вероятно, нашего пылкого юношу, если бы хозяин сам не решил наконец, что требование гостя справедливо». «А в самом деле?» произнес он, опуская дубинку. «Куда же делось письмо?» «Да, где же это письмо?» закричал Д'Артаньян. «Предупреждаю вас, это письмо к господину Д'Атревилю, и оно должно найтись, а если оно не найдется, господин Д'Атревиль заставит его найти, поверьте». Эта угроза окончательно запугала хозяина. После короля и господина кардинала имя господина Д'Атревиля, пожалуй, чаще всего упоминалось не только военными, но и горожанами. Был еще, правда, отец Жозеф, но его имя произносилось не иначе, как шепотом. Так велик был страх перед серым преподобием, другом кардинала Ришелье. Отбросив дубинку, знаком приказав жене бросить метлу ослугам палки, трактирщик сам подал добрый пример и занялся поисками письма. «Разве в это письмо были вложены какие-нибудь ценности?» спросил он после бесплодных поисков. «Еще бы!» воскликнул Гасконец, рассчитывавший на это письмо, чтобы пробить себе путь при дворе. «В нем заключалось все мое состояние!» «Испанские боны?» осведомился хозяин. «Боны на получение денег из личного казначейства его величества!» ответил Д'Артаньян, который, рассчитывая с помощью этого письма поступить на королевскую службу, счел, что имеет право, не солгав, дать этот несколько рискованный ответ. «Черт возьми!» воскликнул трактирщик в полном отчаянии. «Но это не важно!» продолжал Д'Артаньян со свойственным Гасконцу опломбом. «Это не важно! И деньги пустяк! Само письмо! Вот единственное, что имело значение! Я предпочел бы потерять тысячу пистолей, чему тратить это письмо!» С тем же успехом он мог сказать и двадцать тысяч, но его удержала юношеская скромность. Внезапно словно луч света сверкнул в мозгу хозяина, который тщетно обыскивал все помещение. «Письмо вовсе не потеряно!» сказал он. «Что?» вскрикнул Д'Артаньян. «Нет! Оно похищено у вас!» «Похищено но кем?» «Вчерашним неизвестным дворянином! Он спускался в кухню, где лежал ваш камзол! Он оставался там один!» «Бьюсь об заклад, что это дело его рук!» «Вы думаете?» неуверенно произнес Д'Артаньян. «Ведь ему лучше, чем кому-либо было известно, что письмо это могло иметь значение только для него самого, и он не представлял себе, чтобы кто-нибудь мог на него польститься. Несомненно, что никто из находившихся в гостинице проезжих, никто из слуг не мог бы извлечь какие-либо выгоды из этого письма. «Итак, вы сказали, что подозреваете этого наглого дворянина?» переспросил Д'Артаньян. «Я говорю вам, что убежден в этом, подтвердил хозяин. Когда я сказал ему, что вашей милости покровительствует господин Д'Атривиль, и что приваз даже письмо к этому достославному вельможе, он явно забеспокоился, спросил меня, где находится это письмо, и немедленно же сошел в кухню, где, как ему было известно, лежал ваш камзол». «Тогда похититель он!» воскликнул Д'Артаньян. «Я пожалуюсь господину Д'Атривилю, а господин Д'Атривиль пожалуется королю!» Затем, с важностью вытащив из кармана два экю, он протянул их хозяину, который, сняв шапку, проводил его до ворот. Тут он вскочил на своего желто-рыжего коня, который, без дальнейших приключений, довез его до Сент-Антуанских ворот города Парижа. Там Д'Артаньян продал коня за три экю. Цена вполне приличная, если учесть, что владелец основательно загнал его к концу путешествия. Поэтому барышник, которому Д'Артаньян уступил коня за вышеозначенную сумму, намекнул молодому человеку, что на такую неслыханную цену он согласился, только прельстившись необычайной мастью лошади. Итак, Д'Артаньян вступил в Париж пешком, неся под мышкой свой узелок и бродил по улицам до тех пор, пока ему не удалось снять комнату, соответствующую его скудным средством. Эта комната представляла собой подобие мансарды и находилась на улице Могильщиков вблизи Люксембурга. Внеся задаток, Д'Артаньян сразу же перебрался в свою комнату и весь остаток дня занимался работой. Обшивал свой камзол и штаны голуном, который мать спорола с почти совершенно нового камзола господина Д'Артаньяна отца и потихоньку отдала сыну. Затем он сходил на набережную железного лома и дал приделать новый клинок к своей шпаге. После этого он дошел до Лувра и у первого встретившегося мушкетера справился, как найти дом господина Д'Артаньян. Оказалось, что дом этот расположен на улице Старой Голубятни, то есть совсем близко от места, где поселился Д'Артаньян, обстоятельства, истолкованные им как предзнаменование успеха. Затем, довольный своим поведением в Менге, не раскаиваясь в прошлом, веря в настоящее и полный надежд на будущее, он лег и уснул богатырским сном. Как добрый провинциал, он проспал до девяти утра и, поднявшись, отправился к достославному господину де Тревилю, третьему лицу в королевстве, согласно суждению господина Д'Артаньяна отца. Д'Артаньяна 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 О' Продолжение следует...